И всем привет, ас-сам алейкум. Сегодня у нас очередной пушечный ролик. Неожиданный для меня на самом деле, хотя мне кажется, многие этого ожидали. Обновление вышло у нас в игре, прикиньте. Я не знал, как бы это странно не звучало, я не знал то, что будет обновление. Вот, я планировал другой ролик снять, но получилось так, как получилось, и следующий ролик откладывается через ролик. Потому что, скорее всего, нет, еще у меня... Короче, минимум три ролика запланировано на следующей неделе. Так что ожидайте. Так, что здесь у нас? Список вы, в принципе, видели и видите сейчас. Первым делом давайте сделаем обзорчик на эту пушечку. Далее я хотел бы на своем аккаунте выбить нитро, вот этот вот слот слева, который вы видите. Я зашел на свой аккаунт, открыл 25 ящиков, ничего не выпало, за это я это не вставил. Вот, я его хочу выбить на своем аккаунте, чтобы испытать обвесы, посмотрим, анимацию и так далее, и так далее. Ну, а, естественно, перед началом что нужно? Правильно, сделать эту красную кнопочку под видосиком серой, включить этот колокольчик на все уведомления, плюс поставить комментарий и написать лайк. И будет вообще великолепно. Я вам буду благодарен, потому что ролик продвигается, и, в принципе, все хорошо, и все рады. Так, кстати, ссылка на хозяин аккаунта будет тоже в описании, если вдруг какие-нибудь вопросы у вас возникнут, можете ему написать. Не знаю, что там может возникнуть, но она там есть, чтобы вы знали. Так, давайте мы, наверное, зайдем сначала в город, автосалон. Тут выбираем B-класс и смотрим на эту ракету, которая стоит полторы тысячи турнирок. Это, кстати, не так много, хотя тысячу стоила предыдущая машинка, Priora предыдущая, это топ-класса. Ну, смотрите, она просто на голову выше. 103 лошадиных сил на тонну, 343 лошадиных сил на тонну. Это прям очень много, на самом деле. Ну, нет, ну, по всем характеристикам просто выигрывает Vesta. Ну, ладно, по зацепу, конечно, она проигрывает, по весу, может, чуть-чуть не доходит. Но это вообще, вообще просто по мелочи, потому что, короче, тут даже говорить не о чем, выходим. В топах уже есть эта машиночка, и я с машины, с топа не получилось у меня взять, но думаю, до нее мы дойдем. Здесь в команде уже 7 машинок стоят в топе. Первые, я вот заметил, смотрите, все, все ребята, кто в топе, у них у всех желтая, желтая Vesta. То есть, они вообще не заморачиваются, они просто ее взяли, купили, сразу фулл сет сделали, 2-3 буковки накинули. Смотрите, то, что эта команда, где это? Где было? Вот, типа такого, то, что эта команда, название команды накинули, и сразу в топ. Все, ни о чем просто. Хотя тоже, как бы, я их понимаю, потому что завтра, в субботу, топы сбрасываются, нужно занять место, чтобы дали денежку, которая здесь где-то дается. Где это было написано? Где написано? Почему не показано? В конце же вроде показывали. А, вот показывают. Вот, оказывается, дается, которая денежка. Так, вот, в одиночке, в стоке, в свапе, везде, короче, уже Приора на первом месте. Эй, Vesta на первом месте, и она конкретно, короче, по всем фронтам выигрывает Приору. Ну, а то и понятно, на столько лошадей больше. Тот, там еще момент такой был с турбинами связанный. Вот, мне интересно стало, это стоки бывают, турбины сразу установлены, или это установил сам хозяин аккаунт. Я так и не понял, поэтому я не стал даже ничего такой, ну, пускай как стоит, так и стоит. Я ничего не трогал. Так, не, ну, выглядит она имбово, на самом деле, смотрите на нее. И обвесы, кстати, с обвесами. Я не знаю, ну, мне стоковые обвесы больше нравятся, на самом деле. Как-то, ну, не знаю, стоковые, мне кажется, покрасивейше выглядят на ней. Смотрите. Не, ну, это вообще какая-то Mazda 3 просто. Не, ну, реально. Не, стоковые реально мне больше нравятся. Но тут, скорее всего, да, стриты будут в топе. И задний бампер не будет стокового, а будет, сейчас я скажу вам, примерно какой. Ну, да, да, вот такой, скорее всего, тоже стрит будет, потому что он будет на вилле-баре, задний привод будет, это Vesta и машина, чтобы, короче, вы поняли. Те, кто понял, тот понял. Так, ну, давайте сделаем заезд вообще, посмотрим, как она едет. Вот, если что, рация 08756, вот он, вот так вот, вот мы заходим сюда, пишем 08756, нажимаем создать, заходим. И здесь пишем что-нибудь рандомное, и я, собственно говоря, с вами буду вот так вот гонять в видосиках, как я это обычно делаю. Вот, еще хотелось бы сказать то, что очень долго грузится сегодня, именно сейчас, потому что, я не знаю, все говорят просто перегруженные все сервера, и ничего не работает, и за это так долго. Матис. Матис, говорю. Ладно, новый приборка, новый приборка, у меня проблемы с речью, но ничего страшного, думаю. Новая приборка, ребята, реально очень прикольно выглядит. С правой стороны должно показываться с нитро, здесь с левой стороны, короче, я вам скриншоты покажу, сами все поймете. Вот, я попытаюсь сегодня выбить это нитро, потому что я расспросил всех ребят, которые я знаю, которыми вот уже вот это вот все делают. И они сказали нитро, пока еще никто не выбил, вот, но я попробую это сделать. Это, я матом, такие шансы просто сейчас посмотрим. И новые баннеры. Я, кстати, тоже пропустил с этими баннерами все, я хотел тоже свой закинуть, почему бы и нет. Ну, я профукал этот момент, и, собственно говоря, как вы видите, нету моего баннера. Не, ну, Веста имбовая на самом деле. Мне прям очень сильно зашла она. Я не знаю, ну, и едет она, кстати, прям. Или графика обновилась, что-то, короче, произошло, но выглядит она как будто прям хорошо, HD качество, так сказать. Давайте еще один, еще одну гоночку сделаю. Поехали. Вторая гоночка, хай, говорит, молодой человек. Так, баннеры, кстати, реально бомбовые. Веста вообще имба. Торусы, кстати, стоять, я не знал, или торус, правильно же я говорю, торусы. Так, что-то в горло, не знаю, интересно, не заболел, надеюсь. Так, ну, в принципе, можно заканчивать, как бы здесь. Надеюсь, вы что-нибудь заметили, то, что как бы другая машина. А знаете, прикол в чем? Я все-таки нашел Full Vest, только там, к сожалению, четвертая стадия, но я думаю, когда будет вся, полный Full комплект, пятая стадия, мы еще раз возьмем ее для полной настроечки, чтобы посмотреть вообще, как оно все вот это будет работать. Вот, что мы сейчас, в данный момент, имеем? 3375 лошадиных сил. Сет у нас собран, 25 деталек, четвертая стадия. Три детали всего лишь не хватает для того, чтобы как бы Full Set сделать, но ничего, думаю, скоро это исправят. Далее, что? Хочу вам, давайте, сначала все обнову покажу, а потом уже, собственно говоря, настройку сделаем этой машины, хоть более-менее. Хотя, здесь стояла настроечка, но я не стал ее брать, спрашивать, я сказал, чтобы он все сбросил, и сам я сейчас буду это все докручивать, перекручивать, для того, чтобы было мне интереснее и вам, собственно говоря, тоже полезнее. Так, начнем, наверное, мы с того, что они здесь сделали. Смотрите. Вот что это такое? То есть, на три машины добавили новые обвесы. Это у нас AE, GTR и RX-7. RX-7, ну, нормально, базару нет, как в тройном форсаже, дрифт, все дела, четко выглядит хорошо. Мне нравятся ханы машины, бомба. Геттер, ну, ладно, пойдет, ну, более-менее, ну, пойдет. Передний, конечно, бампер, у меня чуть вопросы, но нормально. Ну, вот это что такое? Ну, ее, может, какая-то культовая машина так выглядела? Я без понятия. Я не знаю. Если кто знает, можете написать в комментариях. Ну, реально, ну, вот я не догоняю. Мне очень не зашло, на самом деле. Может, это что-то интересное и давно забытое старое, то, что всем когда-то там нравилось, и это что-то такое прям мощнявское, то, что я не понимаю. Вот, ну, я не знаю. Короче, вот эти вот три обвеса добавили. И дальше в автосалон воткнули нам еще... Я не знаю, она вроде бы была. Я же, может, как бы тоже ошибаюсь. Но вроде бы импала была в автосалоне. Вот. Она как бы здесь есть. Что еще? Еще из интересного, да? Это анимация. Мэн. Анимация на этот... На ящики открытия. Что я вам хочу сказать? То, что анимация и то, что они вообще придумали с ящиками, это вообще имба на самом деле. Смотрите, открываем один ящик. И здесь мы можем выбрать, сколько ящиков открыть, вы прикиньте. Сейчас, короче, смотрите. Мы один ящик откроем. Вот так это все выглядит. Вот так красиво еще все выглядит. А когда мы открываем все пять, выглядит вообще шедеврально. Я хочу реально попробовать один косарь ящиков так открыть. Вот вы прикиньте. Вот это будет, конечно, просто шедеврально. Что еще? Еще у нас здесь добавили нитро, ребята. Сейчас я вам ее покажу. Вы, наверное, заметили, что я на другом аккаунте, но это потому, что я не хотел баксов тратить на том аккаунте. Видите, здесь слот справа, слева наверху. Это нитро. Он открывается, когда вы соберете полный комплект в турбо. То есть, все детальки с каждым слоту должны стоять. Если вы для чарджера собираете, то есть, по нижней линии. Если будет для турбин, то по верхней линии. Но это и так понятно. У вас откроется нитро. Нитро. Где вы его можете получить? Правильно. В ящиках. Каких? В сетовых. Есть ли разница, с какого ящика выбили нитро? Никакого нет. То есть, вы выбираете, вы выбиваете нитро. Вот оно. С ведьмин дом. У вас нету значка то, что это нитро выбито с ведьминого дома. То есть, оно просто как бы выбивается и все хорошо. Шансы крайне низкие. Просто смотрите. Мы покупаем, допустим, синий ящик. Вот этот вот. Мы его покупаем. Не понял. А что я только один купил? А, они закончились. Мы его покупаем. Что мы делаем? Мы, сейчас, секундочку. Что-то, я думаю, побыстрее все будет. Мы должны, когда его откроем, выбить вот этот вот золотой ящик с 5% шансов, чтобы вы понимали. Мы выбиваем его. И далее отсюда, с 2,94% мы должны выбить вот это вот нитро. Ну, ё-моё. Это вообще реально? Я без понятия. Мне золотой даже не падает. Какой еще до нитро? Вот, собственно говоря, что и требовалось доказать. То есть, шанс выбить нитро очень низкий. Также, также, не выбивая его, мы его можем купить на рынке. Вот у нас в деталях. То есть, детали нажимаем. Вот в конце у нас вот оно нитро. Оно продавалось. Здесь люди его покупали, продавали вот за эти, за эту ночь, за эту ночь, так сказать. Как я понял, после одной гонки, после одного использования, он у нас заканчивается в баллоне. И нам с помощью купонов, собственно говоря, они тоже появились. Вот они выпадают. С помощью этих купонов мы заполняем это нитро. То есть, мы заполняем его полностью. Вот. Такие вот дела. Эти купоны выпадают с ПДД, с гонок, короче, с битвы за боссом и так далее. Везде оттуда выпадает этот купончик. Еще поподробнее с битвы за боссом, кстати. Сейчас я нажму для интереса. Вот так вот нажимаю. Награды. А, ну да. Здесь просто, когда, как я понял, гонки мы с боссами ставим, оттуда нам и выпадает этот купончик. Дальше еще добавили... Я сразу нажал на ящик софтовок, пока вспомнил. Добавили еще две турбины сюда, трехлитровые для М-класса. Я вот этот момент не понял. Смотрите. Здесь у нас есть вот одни как бы детальки. И также повторяются еще раз одинаковые такие же детальки. Это баг или так и должно быть. Вот в чем прикол. А, все, я понял. Это тип... Все, я понял. Вот здесь нам выпадает одна деталь. То есть, это гарантированно с двух до трех предметов. То есть, вот здесь одна деталька может выпасть. И здесь одна деталька. А третий предмет, это будет, скорее всего, машина. Да, все, все. Ну, скорее вот так вот. Как я понял. Короче, ладно. Забыли это все. Переходим к нашей великолепной вести. Что здесь еще случилось? Я это в том ролике, который записывал вчера, говорил. Он должен был выйти вот часа четыре, наверное, назад, если не пять. Так вот. То, что у них сейчас проблемы случились с винилом и вообще с белым цветом в игре. Я надеюсь, сейчас, пока я это говорю, не выскочь никакое, типа, технические... Как сказать? Обновлю все дела, связанные с этими фиксами багов. Так вот, проблемы. Помните, я вначале говорил о том, что в топе у людей цвет какой-то очень светлый. То есть, у них... Не туда нажал. У них очень светлая машинка. То есть, вот реально прям очень блестит. Белый цвет прям. И тут, смотрите, она прям такая темноватая. Я это все сказал вчера еще. И сегодня с утра посты закинули в официальную группу о том, что были проблемы с винилом, короче. С полками, как вы видите. Вон черные полки, смотрите. Нажимаем вот так. Вот стайлинг. Сюда. Сюда. И смотрите, какие они реально очень темные. Вот прям чернющие эти полочки. Вот сказали, это все тоже пофиксят. Надеюсь, не прямо сейчас. Так. Ну, вроде бы, с основного все. Единственная беда то, что я нитро не показал. И у меня его нигде нету. Но, думаю, это скоро исправим. Так, ладно. Давайте к настроечке. Я здесь вообще просто так, по приколу, пару штучек накидал. Но это нужно еще докручивать очень-таки сильно. Особенно в подвеске, потому что... Подвеска, конечно, такое себе такое. У меня очень сейчас... Ну, особо я, конечно, и не крутил эту машину, потому что она не фулл сет. Хотя, почему бы и не покрутить ее хорошенечко? Да, тоже вопрос как бы. Я не знаю. Я пока сейчас ничего здесь особо-таки не делал. Ну, блин. Нормально остановись. Так, ладно, поехали. Посмотрим, как она сейчас поедет. Ну, спидометр мне реально очень зашел. Спидометр прикольдесно выглядит. Особенно, когда у тебя нитро стоит, и вот эти вот все новые эти добавляются кружочки. Спуском все дела. Почему турбина падает? Она прыгает, даже стрелочка турбины прыгает. Вы заметили? Отвратительная настройка, но, в принципе, едем неплохо. Собственно говоря, я даже на самом деле не особо хочу ее крутить, и так очень много времени потратил на это все. Поэтому, мне кажется, можно заканчивать. А уже крутить ее прям основательно можно будет в следующем, и с одним из следующих роликов. Потому что там у меня по планах, по планах, ага, уже запутаться начал даже. Даже слово запутываться я сказал не так, как надо говорить. Да, печально. Кстати, ссылочка на телеграм есть в описании. О, намного лучше. Ссылочка на телеграм есть в описании. Туда тоже обязательно заходите. Я хочу сделать конкурс на настройку аккаунта и обзор подписчика. Настройка аккаунта и обзор подписчика. Человека буду снимать и одновременно настраивать ему аккаунт. Обзор подписчика. Где я все, я поплываю, ребята. Давайте всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылочки на все есть в описании. Нормальную четкую настроечку сделаю, думаю, через пару роликов уже постараюсь как бы сделать. Всем удачи, всем пока. С вами был я. До скорого.